Интернет пестрит объявлениями о продаже диких птиц, хотя забирать их из естественной среды незаконно. Что грозит нелегальным торговцам, узнавала Марина Коваль. Это страничка в соцсети, где продают буквально все, от мебели и одежды до диких животных. Вот объявления о продаже птенца совы, а вот предлагают маленького сокола. Закарпатца Дмитрия Ромачинского увиденное возмутило. Он решил выкупить птиц. Покупку совенка снимаем скрытой камерой. Как только совенок куплен, пытаемся пообщаться с продавцом в открытую. Вы продали только сову, дикого-дикого, так, откуда вы взяли его? Хотел 500 гривен, знаете, и сбил я его до 300 гривен. Девчина продавала молодого сокола, но мы не смогли выйти с ней на связь. Она удалила свой пост, и мы так и не нашли этого сокола. Соседи продавца совенка рассказывают, дома он диких птиц не разводит. Гулял по лесу, и там прямо на пол падает маленькая совенка. Совенка отвозим в эколого-натуралистический центр. По оценкам специалистов, птенцу всего несколько недель от роду. Еще пара дней, и он бы погиб. Надлежащий уход и питание ему не обеспечили. О продаже дикой птицы сообщаем в экоинспекцию. Там обещают разобраться. Подобный промысел дикими животными без спецлицензии незаконен. Нарушителю грозит штраф от нескольких сотен и даже тысяч гривен до тюремного срока. Как за незаконный сбуд, так и за незаконное придбание объектов рослинного и творческого света. Такие случаи, рассказывают орнитологи Закарпатского университета, нередки, особенно летом. Птенцы вырастают, и они пробуют крыло. И в таком периоде чаще всего попадают на очи людям. Тенденция до того, чтобы реализовывать диких животных, она набывает в свете масштабе достаточно глобальных характеров. Нашему совенку повезло. Специалисты обещают его выходить и выпустить на волю. Марина Ковадюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.